А в Актюбинскую область, где ситуация с паводками сегодня одна из самых сложных, вылетел вице-премьер Роман Скляр. Вместе с сотрудниками МЧС он совершил облет территории региона, ознакомился с состоянием водохранилищ и встретился с пострадавшими от большой воды жителями. И заверил людей, всем будет оказана помощь. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. Вице-премьер побывал также около реки Сазда, которая накануне вышла из русла. На сегодня ситуация стабилизировалась. Роман Скляр заверил, что людям помогут восстановить жилье. Дома отремонтируют или построят новые. А еще пострадавшим выплатят компенсацию. К сожалению, это не первый случай, когда стихийные бедствия подвергаются нашим гражданам. Поэтому восстановление жилищ, выплаты пострадавшим в зависимости от того, какая семья, какой был ущерб нанесен. Возможно, это ремонт дома, если он будет ремонтоспособен, так скажем, или строительство нового дома, если он разрушен стихией. То есть все эти вопросы будут специальная комиссия, Акимат будет рассматривать и необходимую помощь мы окажем. В случае, если недостаточно будет средств областного бюджета, то с республики будет оказана необходимая поддержка. По последним данным, режим ЧС местного масштаба в регионе действует в пяти районах и Актубе. Подтоплено 236 домов и эвакуировано около 3000 человек. Людей разместили в эвакуапунктах, где для них организовано питание. Также помогают волонтеры и все неравнодушные граждане. В пункты сбора гуманитарной помощи несут одеяло, одежду, обувь и продукты питания. Пусть все будет хорошо, молю об этом, всем спасибо. Помогают нам, привезли сюда, кормят, смотрят за нами. Мне 83 года, пусть такого паводка больше не будет. В местах затопления работают спасатели, полиция и военнослужащие. Помогают им местные ситуации, как отметил Роман Скляр, под постоянным контролем у премьер-министра и в целом правительства.